и всем привет мои дорогие друзья и подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксурвайвл и волосы а также на официалке все также на выживалке в общем что же что же произошло до фига что произошло если честно ну с одной стороны дофига с другой стороны нифига ну во первых во первых я затестил анкилку и вот он весь металл у меня там было что-то металл около 13 именно руды и понимаете да вот это все и наутал анкилкой плюс еще я лутал камень тяжеловато пришлось приходилось бегать за камнем то сюда но если фута чистый металл то все здорово а также притомил как видите дофига анкил дефолозавров до дела фазового дефолозавров феечник называние так это нужно притомил гилок еще четыре штуки а 3 3 3 3 и притомил всех самых чтобы у меня были яйца дело фазового не очень у меня получилось много набрать хитц но зато у меня получилось сделать общее 12 киблов один у меня кибл оставался так что все замечательно что же сейчас я собираюсь делать из названия я думал вы понимаете что я иду за додиком дирекурусом чтобы его притомить и ножом 45-го лава дирекуруса и собираюсь его томить рейты у меня уже закончились и получается сейчас мне этих киблов не хватит суть в том что нужно будет еще немножечко докидывать ягодками ну ягодок у меня полно так что вообще не проблема не беда что дальше дальше тогда дальше ничего как такового да здесь по факту ничего не изменилось все как было так осталось только немножечко я еще щас подлутался сбегал как так сбегал как подлутался ну эти когда искал дирекуруса я эти залутал а вот они ягодки ягодки цветочки до грибочки эти залутал это уже давно поняли плотина вот и собственно с них вот это вот все я залутал такс и отлично что-то не то скинул вот теперь 30 не разлагается что касается здания здание я вроде как что-то там делал я вроде как пытался что-то делать назовем так вот вот но у меня в итоге мало чего получилось на так как а у меня да что такое по всей забываю так как у меня мало ресурсов было вот поэтому как бы не сильно у меня получилось что-либо сделать но я уже возвел стены все в один этаж и половину воспелок второго этажа сейчас осталось возвести крышу и уже хоть что-то хоть как-то добудет а вот сейчас я думаю надо все таки добыть мясо сначала читая затупил так 145 и 20 а ты у нас какой левел 125 у меня три уже ой три-четыре блин паразавра идет один еще где-то там должен быть вот и счет как-то не оно да и фиг с тобой мне хотя бы тебя вот для чего мне мясо надо ну во первых у меня уже птеру прям конкретно все за сожрал и мне нужно это как-то все восполнить кстати по добыче киркой либо топором это просто кошмар у меня порой киркой добывает мясо куда намного меньше чем кожа и наоборот топором добывает мясо намного больше чем кожа не спрашивайте как это вообще работает и из-за чего это все делается но я уже сам устал от этой всей фигни честно непонятно как это все реально сейчас работает похудела разработчики что-то сделали не так и все пошло у них не так так просто меня все мясо уже сожрали и сейчас они еще будут жрать ну как все мясо сожрали я думаю мы мой птичек срок сожрала вот и собственно потихонечку полигонечку вот начали начали хомячить все хорошо все замечательно пускай кушают а кстати я не зря дилку самца оттомил как я почитал про выведение яиц то есть они несут яйца если у них усиление узами то они яйца несут в два раза быстрее ну по крайней мере есть шанс что они снесут яйца два раза быстрее это вполне себе неплохо что сейчас я собираю сделать ну во первых сесть в плот и уже ехать сейчас разглагольцем не меньше нежели с анкилкой так как прошло мало времени да и мало чего прошло за этот момент так что как бы не вижу смысла много чего обсуждать и рассказывать но все равно 5 минут уже наговорил а вот в общем погнали погну поеду я все хвою там искать легче всего поэтому как бы будет все уже ближе к месту кстати а вот пока плыву честно вот то как я знакомился с игрой арк это самое идеальное я бы так сказал почему сам идеальное ну во первых я познакомился с этих с рейтами и меня игра не отпугнула своей сложностью это было здорово во вторых я немалое количество времени поиграл на больших рейтах то есть я познавал игру узнавал что да когда когда где то есть все эти тонкости узнавал и было хорошо и сейчас я развиваюсь на один x рейтах и все что я до этого знал мне очень сильно пригождается но при всем при этом все что я узнаю здесь мне пригодится в дальнейшем то есть казалось бы ей так уже много чего знаю чего вы мне чему бы мне учиться до дополнительно но все что и все чему я здесь сейчас научился я научился здесь довольно таки немалому минимум вещам допустим к примеру те же самые делки у меня теперь всегда будет на базе пару делок в самом начале развития защитные турели это здорово и причем они хавают пищу всего лишь навсего вот поэтому как бы а на больших рейтах кстати они будут но куда намного мощнее нежели так сказать на таком начальном развитии то есть на чем на оффе вот такие его дела так что много чего я узнал допустим вот пожалуйста посидел поизучал яйца к как выносить яйца как сносит яйца то есть узнал что лучше что хуже то есть корма я никогда не варил как таковое ну так пару раз был как бы но как таковы смысла нет когда у тебя большие рейты смысл варить кормить уфты мясом моего протомишь допустим на 10x рейтах это меж быстро вот но теперь я знаю что такое карман как они работают так далее именно на 1x рейтах и все здорово все здорово конечно конечно устаешь играть постоянно 1x рейтах и на на больших рейтах устаешь играть честно у меня сейчас желание я хоть уже и только 70 лавок это и лапнуть себе еще лаву мне сейчас 70 лаву и у меня желание плюнуть на это все дело забить я уже устал играть на маленьких рейтах и мне тяжело вот это постоянно томить долго томление вот тут хочу притомить аргентабис но я понимаю что даже первый левол томиться будет на обычном сыром мясе почти час а здесь 5 лаву минимально идет и это плохо надо тяжело просто чисто физически и морально ну когда включаешь запись вся меняется охота продолжать и я буду играть пока меня не зарядят то есть я пнул лаву и даже есть я буду 90 лаву и меня все еще не зарядят я буду продолжать играть вот поэтому как бы посмотрим что да когда где будет то есть у меня конечно регион завтра то на этом будет уже конец ну зависит от того как меня зарядят все зависит от этого немало от этого зависит вот ну ладно об этом можно рассуждать вечно ну а я поеду твою мать опять ты да ты козел ты меня уже достал а это альфа был это было альфа юбку будешь налево это было альфа вау я первый раз альфа увидел и надо было хранить все в себе а вот это уже реально подстава это просто кошмар какой-то где мой сундучок вот моя сумочка да уйди ты отсюда уже камфая да в шопу это камфая я думал там все плохо офигеть первый раз первый раз я увидел альфа чай сам уже такое двух ударов завалил двух ударов я слышал про альфа чей но блин я не думал что они такие жесткие с двух ударов сломал мой под угли я жив так на этой территории плавают альфа чья только что если это у я не видел я смотрел на воду я не видела но хотя они незаметно да вы не писали что альфа че будет заметная но такие дела кстати я рад что я это все записывал это офигенно первые эмоции увидите лифача это конечно многого стоит блин а мне чем не но у мостного немного ловушка надо будет делать сейчас 5 новую ловушка делать все фигово вернувшись на базу увидел яйцо дилки здорово здорово сделаю сейчас еще один киббл и все просто будет замечательно будет 14 кибблов офигенно честно это уже будет достаточно для того 40 этого ловла ну я не знаю как туда добраться теперь принял решение поблуда поблуждать немножечко около себя то есть по вики там написано что они спавнится здесь то есть недалеко и в нормальном таком количестве посмотрим так ли этом да в общем армия делок это хорошо армия делок просто замечательно я бы даже так сказал так охотничаем ладно поищем еще не но это уже совсем беспредел буквально недалеко от базы отлетел ближайшим озеро и и тут такое короче 2 анкилки прикиньте где там самка 20 лову и самка 50 100 150 лова ну вообще беспредел кого-то ну а я еще по брене плотины поразграбил самая малость в общем где-то здесь должно быть и два дикие да уж кстати скорпиона тоже надо было притомить хорошего прям обувого томится он тухлятиной о там альфа что ли томится он тухлятиной и до альфа раптор 150 лова здорово и уж третьего альфа раптора здесь вижу недалеко ну как недалеко на этом основном озере а чем здесь жуткие провисы точнее прогрузы хоть фпс здесь два ссылка держится а все равно вот каждый раз что-нибудь какая-нибудь постройка прогружается это весело окей да ну в этом мире всякие постройки бывают так что и такое тоже суждено быть да ну ладно дальше поищем нашел тот рэп который постоянно на аргентами с их недалеко летает вот меня не ну так не хилую себе пространство они отжали и по факту они строятся чисто на озере у них есть какая-то уже система защиты как я понял ты то что типа основного основного дома по ходу делал них и да а а это хорош на ворот их не тоже тоже их не ясненько такой немаленький домик брон тоже да да брон то да они маленькую территорию не хапнули себе а по факту основной дом по ходу дела будет там на озере у них платформа не строит ладно мне то на них пофигу мне главное дирек вруса бы найти себе ну и было чтоб я не трогали тоже было бы неплохо ладно поищем еще да уж лично я чет никого найти не могу а виде такое большое количество хищников я лично только думаю о том что наверно будет легче прорваться через альфа кита чем через такое тонное количество хищников только там я уверена на сто процентов что там есть дина здесь что-то как-то не очень но 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 да здесь вот топовый трайп и живет не ниже походу дело придется новых плод делать да ёб твою что лево странные говноеды приедешь называется в гости отдохнуть тут надя пожалуйста нападает уже странного . ковнюков там огонь 0 лет ты возни с ними ты фига просто идите уже туда у епта немножко за экран вылезла она слишком много кликаешь мышка за экраном вылетает иногда я играю не в полный экраном я играю в оконном режиме на весь экран и кого просто крышка за экран не вылезет но есть начинаешь кликать просто кто ну спасибо много кликать и нередко во время атаки он начинает это за экран вылетать мышка какой-то определенный момент это кто-то бегал такой веселый ну-ка давайте глянем из бах и сдох будет очень смешно если честно наверное не факт конечно но все же это просто деревья повалились ёб твою что него вот это называется здравствуйте 130 рэкс здрасте до вагон забагаться повезло ладно охота риал буду строить плод золотал желтый луч чертеж пика подмастерья фиолетовая пика и фиолетового светло мегалодона прикольно первый раз что-то желтого луча более или менее такое нормально попалась обычно как полное говно конечно я височи потому что в этом плане ладненько я еще хочу по этому лесу пролететься может я здесь найду там чуть подальше в ту сторону я находил додика 60-го левла я сегодня уже прилетелся он вздох видать его ну его нету просто ну вот авось найду здесь тоже может хоть не так далеко придется плыть и будет не под страхом то что у меня сейчас вот-вот грохнут надеюсь ну что экспедиция номер два за за диди курсом в сборе да я очень рассчитываю на то что на этот раз будет без файлов этот раз я здесь взял даже немножечко ресурсов на починку все что нужно я буду хранить с собой на фигу я не видел только так как когда мы уже приедем тогда я все это загружу в ящик ящик на пинкаду переделал там свой плод который у меня был для анкилки то есть и как видите маленький я очень рассчитан на то что он все таки сюда влезет да будет фэйлом если не влезет быть жутким фэйлом если не влезет вот но тогда экстерном что-нибудь придумаем и я уже примерно знаю что придумаем ну это будет уже потом сейчас же у меня а кстати да надо переименовать переименовать кровать в рафт или рифту а пофиг короче будет рафтом так ты у нас сюда кровать будешь нас рафт блин я не знаю что как-то это мне кажется как будто бы это и есть название переводится как плод ну я конечно могу ошибаться что в итоге я сейчас хочу сделать да я опять туда же поплаву но я хочу круга я сделать я не хочу прям туда плыть потому что это немножечко точно не она будет немножечко точно будет не она так как я сто процентов с ним встречусь поэтому как бы посмотрим что будет дальше вот ну а сейчас пока что я буду плыть вперед так то откинусь в креслице и буду плыть я просто настроил на джойстике себя управление этим плотом удобно удобно да надеюсь меня не встретит никто вот а могу камеры крутить это они камеры не могу крутить блин я такой наивный ну ладно поехали сраный козел блин это не альфа кит выезд 3 удара но как видите от плота уже нет половины да уж кстати можно же попробовать починить его вроде все ресурсы есть много давайте-ка глянем получится ли получится а кстати точку и не зря брал ресурса да уж короче где-то шесть ударов обычного кита да ну ладно хотя более-менее а вот я думаю два либо три удара наверное хотя там по мне все таки кит тоже на ударил два либо три удара альфа чай и плоту карантин да это конечно еще тга то есть а вот кожу герсию изнахране дерево практически все изнахранил ладно будем надеяться что все нормально сейчас вдоль били берега проплыву чтоб он даже не пытался ко мне сагрится не все будет хорошо я надеюсь погнали да вы прикалываетесь а это чуть-чуть это второй уже второй на моем пути так они не хотят чтобы я где курсова притомил мне он нужен так что чуваки без вариантов я его буду томить второй кит уже на пути так пишу в натуре просто кашу это же кит что какой-то слишком маневренный для кита или это просто акула срань господня блин кошмар у меня все постройки поломана кит а че он такой маневренный офигеть ёпта мега пиранья сраны ненавижу этих мелких убытков это просто какой-то кошмар просто игра против меня а точнее против того чтобы я томил где декуруса кошмар да не везет приближаюсь к опасной зоне если следующем кадре вы увидите то что я на птере значит мой плод затонул потому что уже где голова вроде бы чуть дальше там уже плавают это бестия мне кранты мне кранты раз-два мне повезло а вот теперь не повезло отдай мясо ну не прет так не прет что два делаешь да уж иди сюда эта игра против меня а точнее и забыл где я просто находил его а вот он прям конкретно увидел то есть примерно расстояние было я сразу включился как его увидела расстояние было довольно таки нехило то есть я был где-то то где-то вот здесь туда а он был где-то здесь и он видел меня еще за пределами моей видимости очень хорошо видят и если поплывать его то надо плывать его просто через тот остров кстати изначально я хотел через тот остров проплыть но что-то меня остановило не знаю что и не знаю зачем решил сократить побыстрее сделать но не про канала ладно посижу на камне подумаешь тоже придумать не подумала могу ли я сесть на ворота были могу на висящие в воздухе ворота я могу съесть в общем че придумал ничего умного хватай инструменты лечу дам там лил создаю плод и плыву обратно единственный вариант потому что даже если мне сломают я хотя бы всяко поближе уже будут это просто через то море я не проплыву потому что я просто уверен на сто процентов что у меня на меня с агриться опять поэтому остается последний вариант если я туда доплыть не могу то буду плыть уже оттуда посмотрим получится ли ну по крайней мере метода система плата не придется делать я просто там делал маленькую ловушку из кольев и все надеюсь прогоняет ну что я могу сказать добрался я вполне удачно и все вполне неплохо изготовил в себе у таких шипов восемь штук сразу же на берегу взял волокно но черт я лишнее волокно скинул блин ну ладно взял волокно взял кожу как бы и если что полотца стряпнули здесь благо для него осталось мне только дерево где 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 ж ты где вот он да вот волокно дерево кожа да это все есть остается только дерево золотой как бы все замечательно для этого у меня есть топор со стряпал шипы блага не весят мало 28 вес как бы и у меня вполне птерчик даже моим слабенький птерчик это все вывозит но мясо как видите а ну вы не знали сколько было там включая пока летел стак мясо сожрал птерчик такие вот дела на день курсы я видел здесь поэтому-то я лишь крибанул суда думал о блин легко здорово около берега пляха муха тоже мне около берега легко по факту получается ты попробуй сначала доберись после воды этих китов на воде стала жить небезопасно а вот он вот он это тот самый додик сорок пятого левла да именно его я и собираюсь томить что для этого мне сейчас нужно ну во первых сделать маленький загончик чтобы было хоть как-то бы побезопаснее возможно дождаться утра но я ждать наверное утра не буду на вот в общем для начала нужно построить загончик да загончик загончик сушаясь около бревна построить этот загончик всяко строится же меньше придется ну в смысле тратить ресурсов меньше а это вполне такая идея неплохая я бы так сказал но мне наверное лучше построить где-нибудь чтобы об кружевую камень чтобы я сильно к а погоди гаде погреб если я загоню его сюда то есть я вас загоняю допустим вход будет у меня с этой стороны я его загоняю у меня здесь застревает я сажусь на птера то есть взлетаю ставлю шипы закрывая его и все хорошо а потом могу сверху его обстреливать задумка неплохая главное чтоб здесь никому больше не было кроме дико курсу и меня а вот тебе никого не было да уж зарыжена такие вот дела бывает бывает чуваки бывает а может и не зарыжена джои первого вести пин-код не хочу цирку с да ладно вы прикалываетесь а чё ой да ладно этого с этого отсюда что-ли начали а лично старым бойли прикольно вот тебе джои ладненько о кстати ай ладно фиг с ним все равно с него мяса не слишком много будет ладненько я пожалуй очень попридумываю да и думаю ночью нужно будет переждать все таки по светлу как-то будет удобнее все это делать ну что начинает светать все просто замечательно время утра начался дождь но молния мне помогает освещать этот безумный мир что я хочу сделать тихо как видите я сделал уже заготовочка он такая длинненькая получилось это же не рассчитывал на такую длину а вот и все легко и просто загоняя сюда и тип того короче ну и я думаю вы догадались нет ну ладно сейчас узнаем все дружно все вместе все дружно узнаем что же нас ждет так погнали лук на изготовность садимся поудобнее чтобы видно было все надеюсь никого здесь нету блин я что-то облет ты не сделал прежде чем бежать о вот он доник у меня сама она отпустилась мне мышка глючит она сама кавиш отпускает и я бывает не могу ничего перетащить даже с инвентаря в инвентарь да уж или в горячей слоты кстати он бегает медленнее чем анкилка ну клаву точно также как анкилка ну это вполне неплохо нож и вот и внатуде хватит а Hey беги вперед за мной за мной за мной за мной за мной за мной давай 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 маленький катись ко мне катись у ебта а господи я уже подумал мои шипы нет ты меня сейчас догонишь и нет нет ты меня догоняешь ты мне почти догнал о ей при встали вот и смотри-ка бежит данной и минуты короче вообще косячник что-то в самом конце остановился давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай заруливый вот ах ты блин об свои же шипы об накосячился шпуньк а я пролезть могу а ты пролезть можешь надеюсь что нет если может это будет очень файлово ты что там забор пытаешься сломать вот говню так зря я наверно так убрал на кэшку поставлю сюда x и хорош ломать мои шипы раз добавим пролаги пролаги тихо 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 2 3 надеюсь ты здесь не пролезешь 4 он не пролазит отлично беги дальше дальше беги дальше 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 5 и ее 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 6 на него надо делать около 15 7 не надеюсь хватит 8 и никто надеюсь не пройдет 9 10 11 я считаю для того чтобы ну вам может интересно так же сколько будет так же как и мне интересно сколько я все таки потрачу 12 13 13 на 60 им нужно 19 14 ой-ой-ой-ой 15 последние последние 16 все что ли отлично и лег он там где мне нужно это нехило так нехило я его понавредил ну да и ладно пока что все вполне себе неплохо и я надеюсь что мне этого всего хватит что-то ягод я так и не взял забылся но я думаю сейчас я лутаться буду и все нормально повезло что я поставил так как надо шипы и я могу пролезть а он не может пролезть точнее не мог пролезть это просто просто несказанно мне повезло так что немножечко сейчас подлутаемся и мне нужно будет состряпать здесь пару спальников кинуть на всякий случай вот случае разным бывает поэтому лучше не рисковать ну и я пошел лутаться девять тротиков осталось да уж весело весело волкаться обожаю деревья все к вою тем что пока их рубишь у тебя быстрее перевес появится нежели ты нарубку вырубишь полностью дерево это здорово это здорово вот просто нарубил и все мне хватит сейчас на все что нужно практически сейчас состряпаю плод поставлю поставлю ящик чтобы там лут хранить и и все буро брызть и будет замечательно да уж вот такие вот дела ну остается теперь подождать что-то около 40 минут надеюсь что все будет хорошо ой а 250 а я думал 150 так ну коптерчик погоди на немного подержи пошел дальше залутывать но здорово кстати уже второй выпуск хочу сказать разработчики взяли и все накосячили теперь на центре не знаю где как а на центре каждый камешек собирается по единички полный кошмар я надеялся что это временный эффект а нифига рейты закончились а собирает все так же по одному камешку такой отстой это просто кошмар раньше было пока ждешь коп лутаешь там камешек и просто тупо собиранием можно лутать что-то нормально а сейчас полный капсдап ну вот это один раз уже два раза пахалов здорово вот тебе еще наркобариков кушай какой-то мне не жалко особенно наркобариков поручение сто процентов до сих пор клево уже два раза пахалов неплохо вот ну а я тут уже видите спальнички поставил кстати они расходуют волокно и кожу я это мог сразу же состряпать создал плод как вы видите но утал так сказать дерево поставил состряпал плод и я зря короче что-то сделал потому что мне опс нет а мне нужно сначала плод поставить так ближе ближе и и отличненько вот и можно шкафчик уже сразу же поставить сначала поставим где-нибудь здесь хотя можно сразу там поставить модно сказись а кстати вот разработчики вот ты сделали вот эту фигню типа стрелочка она это показывает что можно поворачивать ну все ждем теперь осталось только ждать ждать и выжидать осталось а еще чуть-чуть чуть-чуть а именно они показалось 3 3 процентам всего-то не кстати эффективно устревите 7 это просто офигеть это реально офигеть кибломе томить где рекуруса намного круче оказывается стоит задуматься учитывая что я делок так и так буду томить неплохо осталась самая малость вот это все понятное дело надо сносить по паку тоже можно сейчас это делать так шкаф надо состряпать шкаф надо состряпать для чего шкаф но уж что было так статью но это никак не изменился как было плюс 22 так осталось здорово для чего шкаф чтобы поставить на плот кстати надо сразу же парочку спальников построить ой четыре так как это перебором вот парочку пригодится потом что мне еще нужно шкаф то я же говорил не шкаф нужен нам солома нужна такая подстава маленькая его ящик могу сделать ступер и можно будет у это конечно перебор но в целом все неплохо атакую цель сразу же ставим на пассивочку на пассивочку на пассивочку так свисты не работает свистурики не работает уже второй день и меня это раздражает хоть я свищу а все равно не работает вот допустим я пытаюсь свиста но чтобы он тормознул а вот если я освещу чисто ему тормозится то он никуда не двигается кстати давайте характеристики так далее 305 вес выносливости 720 в общей кайф у нас скачать не буду значит сразу не скачаем до 400 урона ближнего бою остальное буду качать да здорово вот мне мои четырнадцать киблов сразу же ушли и теперь хабу это то что нужно также смотрите 6 и полтора то есть дирекурусу в 256 . 3 патчи изменили так что в камеру в инвентаре весит на на 75 процентов меньше теперь можно включить блуждание ему и он автоматически будет собирать камешек не знаю здесь он соберет или нет так как здесь его по факту просто на пустом нету но это и ладно так теперь все за собой надо убрать уйти а все за собой надо убрать и возвращаться на базу а как вы знаете обратный путь путь нелегок и очень даже тяжелый об атаку сказал вот поэтому как бы сейчас подготовлюсь кстати зачем я убрал бы твентарь такс сейчас подготовимся уже и и и газонем газонем туда туда вперед газонем о кстати точно спальнички то сразу положить что-то мешает кстати я раньше думал кровати мешают но я даже если немножко подождать то все равно можно поставить все вместе такс ресурсы только скинем потому что в топку их называется они мне только мешаться будут как вес вот а все остальное я себе оставлю так ну и шипы ладно пускай будет погнали ну да рядом камня нету поэтому он и ничего не собрал да стой ты уже тормози собственно как я и думал я же тебя вырубил блуждение слышали туда иди свинтус натуре блин любитель путешествовать все все за собой убрали никаких следов не осталось осталось только загрузить его на плот кстати стоять да стойте мать вашу эту кнопку нажал осталось загрузить его на плот конечно я что-то протупил седло сразу же не замоздрячил и теперь придется мне немножечко повозиться кстати а седло седло а чё на него надо а оно еще и создается да создаются верстаки еще из литых металла то ли на этом сервере то ли на каком другом у меня был рецепт на седло так что немножечко не вижу ни в flu н не вижу целесохранному это все дело создавать У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Тихо-тихо! Блин, я не думал, что ты оттуда залезешь. Блин, сраные свистульки не работают, мне это бесит. Так, низкая. Давай даже вот так вот. Найменьшая! Давай, залази его вот сюда. У-у-у, тихо-тихо-тихо-тихо. Э-э-э, не то. Вот так вот. Отлично. Теперь сам возгружаюсь на плод. точнее аптерчиков сгружается на плот и все просто здорово так кстати сделаем сразу же вот так вот следует за птерна доном и все отлично то есть если что не так я сажусь на аптера и сразу же он следует за мной додик все просто замечательно и я надеюсь что будет без казу без казусов надеюсь будет все это дело очень рассчитываю на это дело ну посмотрим и вы же понимаете что я сразу включусь когда будет что-то не то это просто был какой-то кошмар я то тронуться не мог с места то у меня постоянно начинала откидывать вот как сейчас видите откидываю так сейчас еще еще но сейчас как-то поменьше это у меня просто каждый сантиметр откидывал это играми просто не дает привести дедику русы к себе на базу это просто кошмар кстати я ящик убрал и лут весь закинул к нему да так подумал а чё место позволяет почему бы и нет так иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда так просто чутка зазевался и рядом со скалой проехался боюсь он там отцепиться ну что подплыли к этому злосчастному месту где где альфа кит плавает единственная моя надежда то что она уже куда-нибудь далеко и здесь не плавает но надеется на это как бы конечно нет смысла я вот там увидел какой-то силуэт прям сквозь воду и силуэт альфа чак вариант он был такой огромный силуэт и так далеко что это единственное был было объяснение это альфа вот этот кит я сбой как он называется можете написать в комментариях но суть в том что это был он возможно это этот самый альфа чат был туда было бы здорово вот смотри чат бэмс 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 вот так вот да вот так то живем и вот теперь пытаюсь перетасовать обратно вся проблема в том что что-то плату как будто бы мешает плыть иногда просто я уча съеду вперед посмотрите я еду вперед я застрял в этом вся загвоздка так ближе ко мне твою мать так попробуем так точно так же все плохо его начали плыть отлично но они все нормально пройти бы этот рубеж и было бы все просто замечательно я очень рассчитывал на то что он уже свалил отсюда я очень на это рассчитываю но не надеюсь кстати да в ночное время и когда когда светит молния то есть веркает молнии и дождь сверкает молнии видно все под воду точнее сквозь эту водную гладь намного лучше парадокс хотя должно быть по идее все видно хуже а а вот сквозь водную гладь видно намного то все лучше и просто если сейчас плотной сломает это будет как биздец но хотя бы за того что то смотрите просто меня откидывают это откидывает из-за дедикуруса сто процентов потому что с тером такого таких проблем не бывает нет стой 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 твою мать сраные свисту ли не работающие это меня просто раздражает вот застрял все я настрял опять потому что до этого с тером сколько я плавал с тером вообще таких проблем не было а тут бабах все все плохо попробовать еще это кровати брать вот смотрите просто откидывает место безбожно и просто сколько плыву столько и назад откидывает меня ты быстрее бы уже бы доплыл бы без плата просто до того берега на плот мне нужен это не тот берег не моя база так что мне до туда еще до базы далековано плыть да уж возможно нужно построить фундамент и фундамент и фундамент и давай попробуем постряпать фундамент и может проканает хотя бы один и на том будет хорошо так хотя бы так так давайте посмотрим проканает или нет так ну давай сначала терочка попробуем поставить сюда потому что может из-за того что их двое о проканала прикиньте походу дело было в том что их двое стояло на одном плоту плоту и они как-то не контактировали друг дружкой потому что сколько я с первым вот так кто плавал все было пучком у вот вы его не ставил а тут да все-таки можно так сказать и из оптера тоже проблема была но мне повезло кит уплыл и все здорово ну правильно он плавал эти два часа назад реального времени осталось еще два обычных хита проплыть но это уже фигня и думаю сейчас сначала я здесь сооружу себе все-таки этот так нет не так мне нужно сломан сооружу себе полноценный плот в плане платформа и уже потом поплыву дальше кстати когда я пролетал уюта фигу господи база прогрузилась когда там пролетал но марси база стоит прямо около синего обелиска и у них такая небольшая база примерно 3 или 4 высоту ну и соответственно у них пирамида на понятное дело самое лучшее устроение это пирамида собственно у них пирамида в 44 высоту не стал ближе подлетать потому что у них там просто по периметру стоят вышки с этой с турелями и как бы я решил смысл мне туда лететь и рисковать просто я хотел посмотреть можно ли там где-то что-то проплыть а то есть будет ли мне мешать и так далее ну решил что лучше лучше здесь проплыть по прямой все-таки здесь как-то более надежнее и поспокойнее в этом плане на вот ну а уже светает и все просто замечательно да здесь уж точно альфача нету отсюда он точно не приплывет надеюсь ну что на вас вот пришел все хорошо казусов не было здесь у меня так закрутием здесь у меня оказываются около базы этот плавает не призваны точно вон он козел я это его увидел уже лишь тогда когда я стал подплывать вот сюда в лежак базе проплывал я вообще с той стороны через те и тем но в том проливе взвем так вес уже сколько три раза в качалому что ли так что все просто замечательно погнали 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 смотреть да здорово наконец-то я могу спокойно добывать камешек ну кто бы что не говорил что дедик урос не нужен теперь камень добывает может и анкило на модифицированных серверах возможно но здесь все равно дадик он и есть дадик дедик урос он никуда не денется епп 54 епп 116 да ладно почти две сотки с одного булыжника ну-ка давай посмотрим здесь воп 48 сотка 134 офигеть у меня максимально было сотня если фикеркой добывал здорово 118 ну зависит от размера камня и полтишочек 12 с половиной скидываю перевес скидываю все норм кстати анимации изменили помните раньше было на спину переворачиваются хоп-оп нам типа и было это глупо типа под землю подышь а сейчас прикольно такую анимацию делали ну и медленнее она немножко сделалась а ну как немножко ножка даже медленнее сделалось так что все здорово ах это кайф это кайф прокатился и ах это кайф прокатился и и и и и и и Наконец-то построю эту чертову вазу и буду переезжать уже. Ох, чертой бери, как долго же это я к этому шел. Да, кто бы что ни говорил, Дедикурос не нужен и так далее. Да, я это уже говорил, но суть в том, что без Дедикуроса добыть камень куда намного сложнее. Анкилка это не то. Ну а камень, как вы понимаете, нужен в немалых количествах. Потому что, допустим, те же самые бегемоты, они довольно-таки нехило весят по ресурсам. Такие вот дела. Давайте-ка посмотрим до перевеса. Сколько у нас тут? Офигеть! Офигеть, сколько и еще нифига не забито. Блин, это кайф. Это кайф, это просто кайф. Вы не представляете, я вот сейчас смотрю просто, и я понимаю, что да, это то, что мне нужно было. То, чего я ждал давным-давно. И надо было все-таки не Анкилу первого искать, а Дедикуроса томить первого. Сейчас бы у меня уже была бы база большая, и все было бы хорошо. Да, вот это кайф. Вот это кайф. Фу, ладно, народ, все. В следующей серии я, наверное, буду томить уже кастроидеса, а именно бобра, потому что бобер мне тоже сильно нужен, так как дерево это незаменимая вещь в строительстве, и не только в строительстве. Поэтому буду, буду добывать именно его. Так, ну-ка, ягодки, что я должен добывать по идее. Ип. Не добывает. Ох, чё ты же рыжий. У ягодки-то, ну чё ты не добываешь ягодки. Эй, а раньше ж вроде бы добывал, да, ягодки, а сейчас ему убрали эту добычу. Ну ладно, что поделать, придется ручками его кормить. Ручками и с ложечки. О, иди сюда. Йеп. Бэнкс. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Йеп. Бэнкс. Бэнкс. Ого. Пошла же она. Ещё разочек. Ах ты, зараза, попал всё-таки. Бэн. Я тебя вижу, а сию. Ах ты, не вовремя стал срать, однако. Блин, он не маленький, вроде бы. Ах ты ж, блин. Да тебе, зараза. Война. В общем, Рот, я одно могу сказать. Не зря я боролся за Дедикуруса так сильно и яро. Да, 140-го. Мне не показалось. Не зря я боролся за Дедикуруса. Так отчаянно, яро. И всё-таки у меня получилось притомить его и перевести на базу. Потому что это то, что мне было нужно. Кушать. Ладно, народ, всё. Теперь уже точно на этом всё. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом всё. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok